работать сегодня будем текстурной пастой и витражами сначала делаем разметку это можно сделать линеарной кисточкой абсолютно любым материалом и главное сделать просто очень тонко и выбрать какие будут у дракончика рожки я выбрала вот такие добавлю только еще чуть побольше итак теперь мы берем текстурную пасту и начинаем делать в мазковой техники можно взять кисточку идеальный мазок для этого вот такие вот прорисовки текстурной пастой рисовать очень интересно во первых она заканчивается на кисточке автоматически у вас сначала получаются более светлые мазки а потом более темные мазки где вы кладете ее погуще там становится белее а где вы прожимаете там становится темнее поэтому материал сам вам создает свет и тень получается очень живописно и барельефно выглядит как аквариумный дизайн и как барельефная лепка акриловыми материалами как раньше это делали но дизайн практически плоский он имеет небольшой барельеф но очень легко перекрывается топом и никуда не скалывается об колготочки клиентам не задевает ни за волосы ни за что не доставляет никакого дискомфорта расставляю рожки примерно как у меня были на схеме и добавляю еще дополнительных видите тоже где я нажимала там у меня получается выдавливается материал из-под ворса и становится светлее а там где ворс прожимает ближе к поверхности ногтя то у меня становится чуть-чуть потемнее итак теперь беру линеарную кисточку и макая ее тоже в текстурную пасту выделяю мои некоторые моменты рисунка это у нас верх носа это у нас рельеф по кромке носа на скулах вокруг ноздрей можно тоже сделать побелее потом в перспективе мы когда будем разукрашивать у нас со всего этого материал витражный скатится вглубь и обнажит вот эти все барельеф чеки создавая просто волшебный эффект 3d после просушки если где-то у вас получилось светлее чем вы планировали вы можете всегда темным материалом это чуть-чуть подправить если где-то соединилась например как вот у меня здесь и просушив черный мы берем витражи начинаем разукрашивать здесь прям вот разгуляй во первых на черном не видно витражей и вы можете не очень аккуратно это делать все равно у вас будет рисунок классный во вторых можно смешивать прямо на типсе получая дополнительные оттенки в третьих сколько бы вы не взяли получится интересно здесь ошибиться крайне крайне сложно поэтому берите какие-либо оттенки вас может быть такое у меня дракоша коричневый зеленым или розово-сиреневый и вот такие еще чешуйки у меня получились в качестве компаньона по моему смотрится просто обалденно